Михаил, в отношении тех заявлений, которые Путин делал в последние дни, мы также видели и ваш комментарий, но для аудитории коротко напомню, он тут высказался о том, что мы еще ничего не начинали в отношении Украины по поводу войны в Украине, запугать не выйдет. Да, и также еще одна цитата, сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, но что здесь скажешь, пусть попробуют, говорит Владимир Путин. Вы это уже прокомментировали, мы также это давали в эфире, но, скажем так, последствия международные вот такого заявления, потому что адекватность можно оценивать, но есть некий статус, есть некая международная процедура, и когда президент, вы сами сказали, ядерного государства говорит вот такие вещи, мы еще ничего не начинали, то это наверняка должно трактоваться как прямая угроза безопасности и стабильности мира. Так, безусловно. Более того, он в своей этой странной речи в очередной раз подчеркнул, что нету никакой специальной военной операции. Есть война. Он наконец-то впервые признал, что государство под названием Россия объявило, не объявляя этого, объявило войну суверенному государству Украина. И пришла на территорию Украины захватывать здесь территорию. Это обычная захватническая война, которую Россия еще и ведет максимально варварским способом, воюя с мирными жителями. То есть человек в этом выступлении мало того, что показал не совсем адекватное восприятие мировой картинки на сегодняшний день, так он еще и сказал, что мы совершили военное преступление. Масштабное, умышленное затея войну против суверенного государства под надуманными предлогами. Это очень важно. Все это фиксация, юридическая фиксация тех действий, которые совершила Российская Федерация. Это с одной стороны. С другой стороны, что касается, не начали там чего-либо. Да, безусловно. Российская Федерация, наверное, я об этом уже, как вы правильно сказали, написал, да, о том, что, наверное, у них математически война ассоциируется с максимальным количеством жертв. То есть это в миллионах должно исчисляться. Я понимаю, что Россия, она предпочитает либо голодоморы устраивать, либо собственные там лагеря концентрационные устраивать, либо убивать массово людей, в том числе собственных граждан и так далее. И когда вот у них число идет на миллионы, граждане все равно не до конца, наверное, понимают, насколько звероподобным является их политический режим. К сожалению, Россия сегодня показывает свое настоящее нутро. Вот смотрите, вот мир должен это понять, и мир это уже понимает. У меня нету ни малейшего сомнения, что в мире все очень точно теперь понимают, что заблуждались, катастрофически заблуждались, когда поверили в 91-м году, что Россия пошла по попытке демократического построения собственного общества. Нет, Россия затаилась. А сейчас ее нутро, вот это звериный оскал, звериный оскал нацизма, такого классического русского нацизма, он вылез наружу, и они его демонстрируют всему миру. Это хорошо и очень хорошо. Для нас это, конечно, плохо, потому что мы оказались во главе тех сил, которые должны это остановить, вот этого зверя остановить. Это тяжело, потому что мы платим большую цену. А для мира это хорошо, потому что не будет иллюзий, что с Россией можно подписывать контракты, заключать договора, делать совместные предприятия, разрешать Россотрудничеству, устраивать какие-то там мероприятия культурные, что профессора должны брать российские гранты и тому подобное, я имею в виду профессора европейские. То есть наконец-то мир поймет, что нельзя потакать нацистскому режиму, потому что Россия это классика нацизма. Это страна, которая под надуманным предлогом говорит, смотрите, нам не нравится слово Украина, ну пойдем и вырежем там какое-то количество людей, заморим их голодом, условно говоря, украдем у них что-то, обстреляем их мирные города ракетами. Вот вы там сказали о том, что уже судебные приговоры в Российской Федерации есть. Так вот, сегодня судебный приговор вынесен человеку за то, что он говорил о жертвах среди детей украинских во время этой войны. То есть человек говорит, объективная картинка, более 340 детей погибли в Украине. Смотрите, давайте остановим эту войну. И он получает конкретный юридический срок. Это говорит о том, что российский нацизм, это и есть фундаментальный риск для современной системы безопасности. И не надо здесь больше играться в разные игры. И не надо говорить, что Россия это какой-то партнер, с которым можно о чем-то договориться. С Россией мы можем договориться только в одном случае. Если Российская Федерация проиграет действительно на полях сражений, что то, чего Путин, кстати, конкретно опасается, он понимает. Смотрите, он очень четко, интуитивно, верно ощутил для себя ключевой риск. Если Россия проиграет во время войны, а ведь они же милитарное государство, они накручивали своих людей, которые живут в нищете и в разрухе тем, что, смотрите, ну мы же самые крутые, наших искандеров все боятся, мы всех на колени поставим. Так вот, смотрите, вот этот миф будет разрушен. А что это значит? Это значит, что человек, главный пропагандист этого мифа, господин Путин проиграет, и значит обрушится его система вертикальной власти. Вот это страшно для него. Конечно, поэтому он говорит, ну пусть попробует у нас выиграть. А почему? Потому что он будет воевать, я скажу сейчас парадоксальную фразу, вот кто будет воевать до последнего русского, это как раз господин Путин, для того, чтобы защитить построенную им политическую модель управления. Субтитры создавал DimaTorzok